По понедельникам и вторникам. В полдень. На Радио Болтком. Вместе с приглашенными гостями, лидерами общественного мнения латвийского общества, знаменитостями, авторитетами, представителями самых разных сфер обслуживания, самые злободневные темы страны и мира со всех сторон. Разворот. Участие слушателей обязательно. Звоните в прямой эфир, задавайте интересующие вас вопросы на Facebook и в WhatsApp. Дискутируем, обсуждаем, делаем выводы. Разворот. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Действительно, программа «Разворот». Сегодня, хотя у нас не понедельник, вторник, а четверг. Тем не менее, тема злободневная. Куда уж злободневнее поговорим о психическом здоровье и вообще о том, как переносить без ущерба для психики все ограничения, которые свалились на нашу голову, связанные с волной коронавируса. И с нами на прямой связи Ольга Троицына. Коуч, вот как нам действительно объяснили, это не совсем психолог. Даже вот есть разница, что коуч смотрит, как он, я сейчас расскажу, а вы меня поправите, смотрит вперед, в будущее, а психолог как бы копается в детских травмах. То есть вот такая хитрая разница. Добрый день. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, добрый день. Спасибо большое, что пригласили. Очень приятно. Ну, действительно, так и есть. Мы, в смысле, вы смотрите скорее в какие-то будущие дали. Да, я бы сказала, что коучинг, он фиксирует ситуацию здесь и сейчас. То есть так называемая точка А. Честно проговариваем с клиентом, где мы есть, что у нас есть, какие есть ресурсы, и дальше мы планируем изменения на будущее. То есть мы, если коуч видит, что есть какие-то блоки или травмы именно из прошлого, то он рекомендует сначала обратиться, естественно, к психологу, может быть, к психотерапевту. И тогда, когда основные какие-то глубинные темы проработаны, тогда уже добро пожаловать коучу, и мы тогда выстраиваем уже как бы радужное будущее каждого клиента. Почему все-таки вот вторая волна коронавируса оказалась для нас более такой тяжелой, поскольку если, ну, мы оглядываемся назад, вспоминаем весну, ну, да, вот даже был локдаун, сидели дома, но тем не менее как-то мне казалось, что люди, ну, собрались, очень так было, мы все-таки такие дисциплинированные, мне кажется, вот северный народ, и перетерпели. А когда пришла вторая волна коронавируса, то, во-первых, здесь больше каких-то случаев заболевания, а во-вторых, стало, ну, как-то порядок тяжелее. Люди все жалуются, что им очень и очень стало тяжело переносить вот любые какие-то ограничения, которые вызывают, ну, просто какую-то ненависть, нетерпение, возмущение и блоки. Ну, смотрите, не будем забывать, что первая волна коронавируса случилась в марте. Это, в общем-то, весна, это прекрасный период, когда мы знаем, что дальше лето. И мы знали, что в марте, апреле, в мае дети тоже учили в школе, они отсидят это два месяца, все уже смирились с тем, что, ну, хоть как-то они эту школу закончат. Вот самая страшная новость была для нас тоже, что, не дай бог, их оставят на второй год. Вот это реально было страшно, да, что вот у нас там не получилось из-за двух месяцев, и когда они оставили, это уже была радостная новость. И мы знали, что будет лето, и какая бы болезнь ни была, будь это грипп, ну, с которым все время сравнивают коронавирус, да. И мы знаем, что в любом случае волна в апреле точно она спадает, и лето мы отживем полной грудью, и в любом случае люди могли выезжать. Я вот лично никуда не ездила, потому что я боялась не вернуться, да, потому что каждую неделю менялись эти условия, и я поняла, что, ну, наверное, вот лучше посидеть в Юрмале. Но в любом случае кто-то успел даже съездить отдохнуть, да, то есть получил тот заряд позитивных эмоций. И когда случилась вторая волна, тут тоже надо очень интересно понимать, кто был готов, кто не был готов. Большое количество людей надеялись на то, что второй волны не будет, что будет какое-то чудо, уже в сентябре будет вакцина, и что с сентября мы заживем обычной привычной жизнью. И вот те люди, которые честно смотрели как бы вперед и говорили о том, что нет, скорее всего, вторая волна будет, и я тоже знала, что вторая волна будет, это, знаете, как надейся на лучшее, а готовься к худшему, да. И насколько люди летом подготовились к этой второй волне. То есть если ты морально знаешь, что она будет, и вдруг ее не будет, это приятная неожиданность, да. А если ты знаешь, что она будет и к ней готов, то это тоже совершенно нормально, то есть для тебя это ожидаемо. Потому что для людей самое неприятное, это, конечно, неожиданность. Мы не можем жить в состоянии неопределенности долго, да. И вот как мы себе создаем эту определенность или неопределенность, это вопрос уже лично к нам. Потому что, по сути, информации вокруг очень много, да. Можно было углубиться, почитать, поговорить с людьми, и, в общем-то, эту вторую волну ожидать уже как бы в августе, и понимать, как твои дети будут учиться. И то, что, опять-таки, наши дети до октября ходили физически в школу, для меня это был суперподарок, да. Потому что условно говорили, что они с 1 сентября будут уже сидеть дома, да. То есть как мы смотрим на ситуацию? Стакан у нас наполовину полный или наполовину пустой? Ну, вот вы сказали, что действительно неопределенность нельзя долго испытывать, находиться в этом состоянии неопределенности. А тем не менее, вот мы находимся в этом состоянии уже, ну, наверное, почти год. Потому что все время, как уже мы тоже сказали, меняются правила игры. Особенно это очень тяжело, там, скажем, для людей, которые занимаются бизнесом, которые несут ответственность и риски, и ответственность за своих работников. Они все время вынуждены, ну, вот, подстраиваться. Вот у нас в эфире, когда был глава ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, он говорил о том, что вот лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Вот есть такая поговорка, что, ну, скажите, что да, вот действительно все будет плохо, мы тогда закроем бизнес, свернемся, подсчитаем убытки и прослезимся, и как-то переориентируемся. Нет, в общем-то, все время все как-то меняется, и из-за этого вот люди находятся в подвешенном состоянии, это создает жуткий какой-то фон нервозный. Как из этого вы... Ну, тут хороший, знаете, это опять вопрос вашего отношения. Вы хотите верить в то, что вам рассказывают, что все будет хорошо, что государство поддержит, государство выплатит какие-то компенсации, компенсации, потому что сейчас я слышала, что с рестораном, бизнесом тоже, они до последнего не знали, да, и так далее. То есть вот это вот надежда. Это же у нас идет еще изначально, насколько мы ожидаем, что мы получим пенсию, например, да, так как у меня... Я 20 лет в финансовом секторе, у меня своя компания, я финансовый консультант. Ну, я, наверное, в этом отношении, исходя из моего основного, как бы, образования, помимо коучинга, я человек-циник. Я не очень верю, я верю только в себя и в собственные силы, и в то, что я сделаю для себя. И как я еще раз говорю, то есть если государство даст эти компенсации, это здорово, но вы должны понимать, что оно может и не дать. И, как сейчас говорят, самое главное, у вас должно быть два плана каждый день. Первое, что завтра вдруг все закончится, что вы будете делать, и это не закончится еще очень долго, что вы будете делать. То есть отсюда вы уходите от этой неопределенности, у вас есть определенность. Если завтра откроют, допустим, все те же самые рестораны, вы готовы, где вы возьмете этот штат, где ваши эти люди, то есть сколько вам понадобится времени на то, чтобы этот бизнес запустить. И если это продлится год, что вы будете делать? То есть в данном случае есть относительно бизнеса достаточно много вариантов. Первый вариант – это, конечно, летом, честно себе было сказать, что 90% вторая волна будет, как я ее переживу. Потому что многие, я вижу это, они работают по привычке, они очень хотят вернуться в эту вот зону комфорта, в то, как было раньше, и что вот это раньше наступит. Но мы прекрасно понимаем, что такое не наступит. Да, какие-то отрасли, они восстановятся. Я надеюсь, я молюсь, что туризм восстановится, да, он нам очень нужен. Я надеюсь, что восстановятся рестораны, потому что будет поток туристов. Но есть какие-то отрасли, например, я уверена, например, та же самая одежда, да, или вот какие-то магазины. Но это уйдет, то есть аэросферпотребление ушла, нам уже мышление поменяли на сегодня. Мы сегодня сидим дома, нам нужен хороший спортивный костюм, какой-нибудь там, не знаю, супер, если кашемировать, да, потому что в нем приятно. И нам нужна чашка, нам нужен хороший кофе, то есть что-то совершенно другое. И когда даже это закончится, ну пусть даже следующим летом, да, но в любом случае закончится, правда ли вы пойдете накупать себе вот этих вот там бесконечные гардеробы и снова там менять? Ну нет, наверное, да, у вас появятся уже совершенно другие ценности, совершенно другие приоритеты. Вы, скорее всего, все сэкономленные деньги, если у вас они есть, вы потратите на поездку, потому что очень хочется куда-то вырваться, да, или в теплые страны, или куда-то съездить. То есть есть какие-то бизнесы, которые правда поменяются. И вот надо понимать, к какому бизнесу относишься ты. И тут тоже надо, если я, например, свой бизнес закрыла в начале этого года, у меня была бухгалтерская фирма, и в связи с новым законодательством, я 15 лет этим занималась, я ее закрыла просто. Это было больно, это было неприятно, но я была честна с собой, я поняла, что я этого больше не хочу делать, и я поменяла профессию. Это все возможно. И сейчас новые исследования говорят о том, что у нас увеличивается продолжительность жизни, и мы за свою жизнь можем до трех профессий успеть поработать, да. То есть если нам сейчас там 40 или 50, нам еще как минимум 20 лет активной работы. А вы правда хотите работать еще вот там, где вы работали 20 лет? Или вы сейчас, потому что вирус дает потрясающие возможности бесплатно сейчас иметь огромное количество качественной информации, да, обучающих платформ сколько появилось, то, что было недоступно, то, что стоило огромных денег, и надо было уезжать за границу в Америку или в Россию, чтобы эту информацию получить, да. То есть надо, вот летом, мне кажется, был как раз тот момент истины, когда надо было еще раз себя спросить, точно ли это то, чем я хочу заниматься. Если это рестораны, это правда, вот страсть всей моей жизни, я ничего другого не могу и не хочу делать, и я буду биться за этот ресторан. Если буду биться, тогда давайте думать, тогда я ищу таких же партнеров, которые готовы биться за эти рестораны, мы объединяемся. Возможно, мы закрываем два ресторана, оставляем кухню одного ресторана и делаем доставку, например, и пиццы, и суши, и там, ну, какая-то итальянская еда из одного места, да, потому что нам всем надо выжить, да, или там, я не знаю, решать что-то с договорами аренды. Надо решать, надо все время думать. И вот этот вирус нас научил брать на себя ответственность, да, не перекладывать, не надеяться на государство, не надеяться на кого-то, кто придет и спасет. Ну, никто не придет, не спасет, да, печально это или не печально. То есть давайте вот здесь и сейчас планировать светлое будущее, но с фокусом на себя, что я могу для этого сделать. Насколько здесь тут еще влияет действительно то, что короткие святовые дни, вот, может быть, то, что мы все всегда, праздники, они как-то смягчали, вот, ну, может быть, это переживание зимы, а сейчас нам, ну, в открытую говорят, что никаких праздников не будет, никакого Рождества Нового Года, никаких ни концертов, ни развлечений, даже, по-моему, украшения города, и там, как раньше были, Стару, Рига, там, какие-то другие мероприятия, ничего не будет. Вот это отсутствие возможности, ну, развлечения, какой-то отдушины, какого-то отдыха, ну, вот отдыха души, я имею в виду, может быть, не физического, а просто вот куда-то выйти, посидеть с друзьями, поболтать, вот, какой-то, в обосновке, которой мы сейчас лишены, возможности посетить выставки вернисажи, где там с бокальчиком, там, какого-нибудь там прохладительного напитка, встретить старых знакомых, поболтать, обсуждая картины, там, или что-нибудь еще. Вот всего этого нет, все запертый дом, работа, работа, дом, и вот это тоже, мне кажется, оно создает какое-то... Еще идешь на работу темно, уходишь с работы темно, и вот это создает какой-то такой очень сильный прессинг на людей. Ну, и тут я прекрасно понимаю, я человек вообще солнцезависимый, то есть это моя основная батарея, то есть когда есть там неделя солнечная, то есть к выходным я просто полна энергии, когда неделя не солнечная, ну, тяжеловато, но тут есть, например, там, я как куча, это одна из первых сессий, и, наверное, первое, с чего я начинаю с клиентом, мы проговариваем, есть ли у человека вообще энергия, потому что для любых изменений нужна энергия, для того, чтобы пережить что-то, нужна энергия, и вообще она витально нам нужна. И есть у меня, у самой список из 20 пунктов, где мы эту энергию теряем, да, и, соответственно, у каждого человека он может составить такой же длинный список, откуда он энергию получает, да. И если мы делаем осознанно, мы понимаем, где мы эту энергию слили, где мы эту энергию получили, мы можем ею уже управлять. И если мы понимаем, что нету солнца, а это был один из основных источников нашей энергии, то надо найти пять других, что другое дает эту энергию. Для кого-то это чтение книг, кто-то гуляет по лесу, кто-то занимается спортом, слава богу, все-таки залы у нас еще открыты. Кто-то ходит, делает процедуры спа, у нас не спа, а салоны красоты, и парикмахерские, они тоже еще открыты, да. То есть в любом случае мы можем куда-то выйти, да, и эту энергию откуда-то получить. Главное понимать, где мы ее не тратим. И потом, когда начнется световой день, вы опять переключитесь на самую простую и самую как бы эффективную батарейку, да, это солнце. То есть это говорит о нашей осознанности. Правда ли мы понимаем, что мы делаем, что мы не делаем, где нам хорошо, где нам плохо. Или у нас это все происходит автоматически, потому что так происходило всегда, нам плохо, потому что нам всегда осенью плохо, да, без какого-то там внутреннего анализа. А если начать разбираться, то все не так катастрофично, и все, что вы назвали, то, что мы лишены праздников, я вам хочу сказать, то есть я живу в Юрмале. Народу сейчас в Юрмале нереально. То есть Бамморио, это как, не знаю, мне кажется, ну не первомайская, конечно, демонстрация, да, потому что выехать как бы некуда. Но на самом деле Йомас, она прекрасна. Есть несколько точек, и я думаю, что к праздникам этих точек торговых станет больше, да, где еда, ну вот буквально на вынос там этот Глинтвейн, горячее вино, еще что-то. Очень красиво. И если пройтись, у меня даже дети, которые мы очень любим Италию, говорят, слушай, даже вот похоже чуть-чуть на Италию. И вот, понимаете, если все будут сидеть и думать, что ужас, ужас, праздников нет, я буду сидеть дома, и это там все, нас всех закрыли, но нет же, то есть давайте приедем и поддержим хотя бы те кафе, которые стараются, их там немного на Йомас, да, и в Юрмале этих точечек совсем там чуть-чуть, но они есть. И если люди активнее начнут ездить в ту же самую Юрмалу и поддерживать, этих точек станет больше. Кто-то поставит еще, там, вон у нас кукурузу варят, боже мой, тут люди по Йомас, понимаете, там палочки кукуруза, я такое видела, не знаю, может быть, там в Турции, да, чтобы вареная кукуруза, это так здорово. То есть и сразу видно, для кого вот это вот рестораторство является страстью, потому что мне кажется уже сейчас, как и зала спортивная, это все меценатство, да. Люди, скорее всего, все это делают в убыток, но они это делают, чтобы нам было лучше, да, и фонарики, ну нет, на самом деле будет все красиво, и мы же сами украшаем свои дома, и в Юрмале эти частные дома тоже как бы красиво украшены. То, что мы не встречаемся с друзьями, ну я не думаю, что ты там с одним другом один на один не можешь пригласить его к себе домой и попить вина, и заказать. У наших же опять-таки на вынос прекрасные коробочки есть, да, которые предлагают вкусную еду, совсем не обязательно варить, например, там пельмени, и говорить, что все как бы плохо. Это же вопрос, как мы к этому относимся, чего мы хотим. Мы хотим сделать этот праздник, да, да, чуть узкий круг, да, мы тоже привыкли ездить там куда-то на Рождество отдыхать. Ситуация поменялась, но это не катастрофа, да, в следующем году снова будет все хорошо. Давайте думать, что мы можем сделать здесь и сейчас для того, чтобы не впасть в уныние, в грусть, тоску и печаль, и самим не впасть, и поддержать людей, потому что это очень важно. От вашего же настроения зависит как минимум настроение вашей семьи, ваших детей, ну и вашего близкого окружения. Я напомню нашим слушателям. Телефоны 6-7-12-93-9-6-7-2-13-93-9. Вы можете также писать нам на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Ольга Троицена, Коуч, у нас сегодня на прямой связи. Мы говорим о вот этом влиянии второй волны коронавируса на настроение, на умы людей. Ну и вот, кстати, у нас уже сразу появился и звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Радио. Вот таких девушек надо как можно чаще. Потому что, действительно, радио нам приносит уныние, негатив, постоянно нас шугает, что уже просто застал спасти. А вот эта девушка, она действительно показывает то, что есть на самом деле. Рождество, праздник, все хорошо было, есть и будет. Надо чаще пригласить очень замечательных людей на радио. От этого и радио будет замечательных, и общество в целом выиграет. Всем хорошего дня. Девушки, отдельное спасибо. Спасибо большое. Тут, скорее, комментарий. Хочу в свое оправдание сказать, что мы просто рассказываем новости. Вот не рубите голову гонцу, который приносит плохие вести, потому что что есть, то мы вам и транслируем рассказы. В основном это, в принципе, решение нашего дорогого, любимого правительства, правительства, которое нам такие ограничения вынуждено, опять-таки, преподносит. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вот предыдущий звонящий, ну так, опередил меня. Ну, действительно. Вот вы уж не обижайтесь. Но на балконе, как бы, часто и от ведущих. Есть... Спасибо. У вас есть все-таки вопрос. Мы просто... Ну вот вопрос. Вот вопрос и ответ. Проглашайте позитивных людей, а не каких-то нытиков. Спасибо, спасибо. Нытиков не будем приглашать. Будем только людей с позитивом. Ну вот говоря, действительно, о нытиках и о позитиве. Вот как перестать быть нытиком и настроить себя? Потому что одно дело... Ну, мы все знаем, да, хорошо нужно видеть, замечать, но когда... Ну, опять-таки, вот, условно говоря, начальник говорит, не знаю, что вот, как мы доживем до конца года. Вот, очевидно, придется, там, не знаю, резать зарплаты или вот не знаю, сможем ли мы тебя сохранить, твое рабочее место. Приходят счета там. Ну, вот я просто моделирую ситуацию. Я не нытик, но я просто вот говорю, вот так может быть. Как человеку, ну вот, не стать просто жизнерадостным идиотом, ну, просто говорить, а, все хорошо, у меня все хорошо, у меня все хорошо, меня увольняют, денег нет, платить, нет, нет. Ну, все хорошо, все прекрасно. То есть, вот, что, что, что? Заниматься йогой, больше гулять, какие есть советы? Вы знаете, йога — это очень хорошо, но это не спасет в долгосрочном варианте от стресса. От стресса спасает действие. Действие и дисциплины. И последнее время, то, о чем мы говорили, и о чем я в основном работаю с клиентами, все же упирается в деньги. То есть, мы можем быть жизнерадостными тогда, когда наши основные потребности закрыты. Основные — это что? Это семья как минимум прокормлена, коммунальные услуги оплачены, да, то есть тот минимум, денежный базис для того, чтобы хотя бы не скатываться в эту депрессию. Что такое деньги? Мне всегда очень нравится фраза, что у нас всего есть три ресурса — деньги, энергия и время. Два из них бесконечно восполнимые. Один — нет. Тот ресурс, который невосполнимый, это время. То, что восполнимо, — это энергия и деньги. Энергия и денег бесконечно в этом мире. Вопрос. Мы видим их, мы видим эти возможности, мы знаем, где эти деньги взять или нет. И тут надо просто переключить свое внимание. То есть, вот этого вот времени стабильности наших родителей, когда они работали на работе, и, по сути, они знали и надеялись на то, что они до пенсии будут работать врачом, учителем, инженером и еще кого-то, прошли. Давайте будем честными, что сейчас, чтобы нормально существовать, у нас должно быть несколько источников дохода. Это то, про что говорят сейчас все, но почему-то очень многие этот момент упускают. Источников дохода, их может быть пять и выше. Можем ли мы монетизировать все свои ресурсы? И вот вы говорите, что человек работает на работе, он не знает, на этой работе он не знает, но это один источник дохода. Параллельно он может делать еще несколько. Есть выходные, есть какое-то хобби, которое можно монетизировать, есть соседи, которым можно помочь. То есть, где такая работа, вне которой вы ничего не можете больше сделать. У меня тоже есть клиент, он работает на госслужбе, он понимает, что это ненадолго и уходит сейчас в частный сектор. Он все свое время тратит бесплатно для того, чтобы обучаться бизнесу. То есть, он создал такой концепт, мы договорились, какое количество времени он это будет делать, чтобы это не ушло в долгую, и надо тоже монетизировать ресурсы. То есть, мы можем на самом деле все. Вопрос, хотим ли. Почему-то многие люди, им комфортно в этой позиции жертвы. Пришел домой, поплакался с жене, или мужу рассказал о том, что на работе меня не любят, не ценят, денег не платят, все, положили, зубы условно там на пол. Это, как мне кажется, перекладывание ответственности. Также мне начинается фраза, если бы у меня были деньги, что бы я сделал? А почему вы на деньги перекладываете ответственность? Почему деньги должны сделать что-то для вас? Вы сначала сделаете, чтобы эти деньги были. И есть огромное количество примеров абсолютно живых, не просто каких-то в гугле мистических людей, которые в 40 и в 50 лет меняли профессию, и уходили, и достигали успехов. Это известных актеров много знаем, и президенты. И я тоже в своем коучинговом пространстве вижу людей, если учесть, что коучингу 10 плюс лет, это такая достаточно молодая наука, в которой сложно достичь высоток, например, в психологии. То есть люди могут быть в психологии уже лет 40, и это уже светило. В коучинге такого нет. И я видела женщину, ей лет 65, к ней очень всеуважительно, она там командный коуч. Надо понимать, что она в 50 лет в лучшем случае начала этим заниматься. А то и в 55. И она, я на российском рынке довольно много провожу времени, и она вот участвует в конференциях, ее все уважают, все слушают. Ну то есть любая девочка могла в 20 лет начать этим заниматься, и сейчас в 30 быть. И точно так же в 50 и в 65 ты являешься экспертом в своей области. Почему мы решили, что если в 35-40 лет у вас вот такая история на работе, вы хотите заниматься чем-то другим, начните параллельно обучаться, вам не надо уходить с работы, у вас есть время, которое вы можете потратить. Если посчитать то количество времени, которое мы тратим на сериалы, на что-то ерунду, на копание в соцсетях, возьмите хотя бы час в день, послушайте, все что угодно. Есть обучающая платформа, есть YouTube, есть там в Инстаграме огромное количество семинаров, вебинаров. Потратьте просто в час в день на то, чтобы немножко поменять свое мышление в сторону, ну, например, денежного мышления, в сторону поиска источников, если не хочется тратиться на коуча, который поможет. Нету этих денег. Этого есть огромное количество и бесплатных. Просто надо захотеть выйти из позиции жертв, взять на себя ответственность, идти искать эти возможности. У нас продолжаются вот звонки. Здравствуйте, добрый день, пожалуйста. Добрый день. Вот в контексте предыдущих высказаний я тоже хотел бы сказать, что я тоже не люблю нытиков. Но в то же время я согласен с ведущим, что жизнерадостных идиотов я тоже не люблю. Я хотел бы, чтобы приглашали, так сказать, специалистов, которые реально оценивали обстановки и не делали здесь таких заявлений, что на будущий год будет все хорошо, так сказать. И вот такая оценка реальная лично мне приносит положительные эмоции и дает возможность оценить обстановку реальной. И побольше, пожалуйста, с утра передашь про подарки и дешевых, и, так сказать, дорогих. И вот это вот приносит прибыль волскому. Популярность ему, правда, не прибавляет, но я думаю, что доходы ему приносят. Спасибо. Да, тут такая тирада. Кстати, вот мы уже упомянули, может быть, советское мышление, и здесь я бы хотел отметить, да, вот комплекс жертвы, возможно, вот это вот, ну, что-то вот такое есть, какой-то стереотип, который тянется из прошлого. И вы знаете, вот у нас есть программа «Добро пожаловаться», где мы говорим про коммунальные проблемы. И вот мы замечаем, ну, вот с ведущим этой программы, что очень многие люди, они искренне верят, что государство им все должно сделать в доме, то есть вот починить крышу. И они считают, что это, они не должны за это платить, что это обязанность государства. И когда, ну, вот их пытаются убедить, ну, простите, это же ваш дом, ваша квартира, вы ее приватизировали, почему государство должно чинить ваш дом? Они возмущаются, говорят, а что мы еще и дороги там должны, и так далее. То есть вот люди искренне верят, что вот государство как какой-то такой кокон, который должен, ну, вот нас защищать, и это, наверное, тоже какая-то очень, ну, проблема большая, психологическая, которая мешает идти по жизни. Ну, тут же все очень, опять-таки, мы упираемся практически в то, во что вы начали. То есть во что вы верите и что вы получаете. То есть мы можем верить во что-то бесконечно. У нас есть доказательства нашей вот этой вот веры, например, в государство, что оно отремонтирует этот дом. Вы видели, что государство, например, соседний дом отремонтировало. Если вы видели, давайте тогда анализировать, почему соседний отремонтировали, ваш не отремонтировали. Что мы можем сделать? Если вы видите, что государство не ремонтирует дома, то почему вы в это продолжаете верить? У меня офис тоже находится в доме, он приватизирован, ну, как бы нам всем собственникам. И мы, собственники, пять человек, сейчас являемся в правлении одного этого дома, мы приняли решение, что мы будем брать дополнительные деньги. Возмущение было страшное, конечно. Ну, как бы, с одной стороны, у жителей, потому что дороже платить в месяц. И за два года мы саккумулировали такую сумму для того, чтобы в старом доме подчинить фундамент. Пять человек. Мы преодолели вот это вот все недовольство. Да, есть кто не платит, конечно. Но те, которые живут в этом доме, которому 100 лет, они понимают, что не то, что никакое государство. Нам, опять-таки, никто не поможет, только мы сами. И мы сейчас закончили этот проект два года назад. Мы вообще не верили, что это было возможно. Но вот появился один активный человек, еще подключились. Вот, нас пять. Это не воры, как все считаются, да, там в правлении. Мы не получаем ни копейки за это, да. У нас есть свой чат, где все это обсуждается. Есть люди, которые технически подкованы. Я как бы с финансовой стороны. Мы решили для себя этот вопрос сами. И у нас остались сейчас лишние деньги. Если выпадет снег, мы теперь тоже будем этим как-то управлять. Все, мы сами это контролируем. Наше сознательное решение. – Ну вот, кстати, еще один аргумент в пользу того, что нужно принимать решение. Вот, если не ремонтировать дом, то рано или поздно, ну, просто вам негде будет жить. То есть, это дом – это негодность, и вам придется искать другое жилье. Да, 6212-93.9, 6213-93.9. Ольга Троицина, коуч у нас на связи прямой. Здравствуйте, добрый день. А можно, да, доброе утро. Ой, добрый день. – Добрый день уже. – Наверное, ну, да, может быть, риторически смешной вопрос, наверное, задам. Но вот, Олег, вам и гостя, вы знаете нашу латвийскую национальную птицу, какая у нас? – Ну, задам, я продолжу мысли. – Ну, продолжайте. – Ну, у нас, по-моему, каждый год. У нас выбирается каждый год. – Нет, всегда было. Птица – это целая вина. По-русски это стрессокуска, да, получается? – Да. – А вот это наша национальная птица. Почему она такая? Вот это просто, я не просто так говорю, у меня знакомая сдавала на язык латышский, ей задали этот вопрос. Комиссия. Именно языковая по-латын была. Почему? Ей надо было объяснить. Стрессокуска, потому что Латвия, это такая же самая, как птица стрессокуска, она очень заботится о своих птенцах и яйцах. Поэтому, наверное, вот ответ вам на мысление, как вы говорите, старого советского, что все должно государство. У нас, видите, прописано где-то, что вроде бы так, но по факту вы сами видите, что у нас получается. – Спасибо, да. Ну, тут намек даже на то, что национальная, может быть, какая-то черта есть тоже, которая позволяет людям надеяться на что-то, на помощь матери, вот, ну, несушки, вот, не знаю, государства, как образ такой наседки. – Да. Ну, а если мы говорим о том, что люди действительно, ну, вот испытывают сейчас такой стресс, чувство тревоги, вот мы уже поговорили о том, как, может быть, пытаться обрести уверенность, в том числе финансовую какую-то вот независимость, которая дает эту уверенность. Но вот мы видим же и людей вокруг о том, речь идет о том, что даже если мы пытаемся быть более спокойными, мы видим, что уровень агрессии какой-то вот, ну, какой-то вот негатива, он вырастает вокруг тебя. И, например, вот была очень резонансная новость. Продавцы, ну, одного большого супермаркета, они жаловались на то, что, на все замечания, что нужно надевать маску при входе в магазин. Люди, ну, реагируют очень негативно, и им приходится выслушивать большой поток оскорблений. Хотя не они придумали эти правила, но просто магазин, ну, выполняет то, что, в общем-то, предписание и законы. То есть они не могут впустить без маски человека. Люди вот на это обижаются. Ну, и таких примеров можно много привести, наверное, и в транспорте, и где угодно. Вот что делать, если вокруг тебя агрессивные люди, как себя вести в этой ситуации? Ну, тут тоже надо понимать, насколько вы позволяете этой агрессии коснуться вас лично, да? То есть вы утром просыпаетесь там в стабильном настроении, пусть ни радужным, ни хорошим, стабильном настроении. Никого не планируете задевать и ни на кого не планируете там как бы сливать свою агрессию. Но такие люди, естественно, появляются по пути. У вас внутри как бы образовывается какое-то состояние, вы должны сами понять. Вы прекрасно знаете, что вы выйдете, и эта агрессия есть, да? И что в течение дня вы можете услышать это и в транспорте, и еще где угодно. Какая ваша реакция? То есть у людей агрессия абсолютно точно не от хорошей жизни, да? Не потому, что они утром выиграли лотерейный билет, не потому, что их поздравили, да? Причин сейчас огромное количество, начиная от увольнения и так далее. То есть у вас, у самого, если все хорошо сегодня, поймите, что у тех людей не все хорошо. И тут наша самая главная задача. Если мы не можем напрямую помочь этому человеку, то есть чем там, я люблю, почему коучинг? Потому что я могу напрямую задать вопрос, могу ли я вам чем-то помочь? И я могу помочь, просто поговорив с человеком, да? Если вы понимаете, что вы ничем помочь не можете, вы должны хотя бы утилизировать эту агрессию, направленную на вас, и дальше ее не пускать. Потому что что делают люди чаще всего? Они начинают запускать эту цепную реакцию. То есть на меня накричали в автобусе, я как бы уже взвился, да? Я пошел в магазин, тут же слил свое недовольство на человека, который раскладывает там какие-то товары. Этот человек тоже, получив эту волну негатива, понес ее дальше, и это бесконечная история. И то в данном случае, мне кажется, надо задать вопрос себе, да? То есть если у меня что-то не так, у меня что-то произошло, у меня какой-то стресс, да? Как я могу его решить? Правда ли человек в магазине или на кассе может мне помочь? Или это я просто как бы бессознательно, вот плохо мне, пусть будет плохо другому, да? Это вот эта история, когда спросили, скажи, что ты хочешь вселенная, да? Я твоему соседу там в два раза больше, да? Выколи мне глаз. То есть и где вот эта вот осознанность, да? Плохо, да? Тяжело. Но зачем мы или вы несете это дальше? Вы же можете это остановить, да? Не надо приносить эту агрессию в семью, не надо срываться на детей. Это говорит о нашей внутренней силе, да? То есть мы хотим расплескать то, что мы получили, или мы готовы проделать гораздо большую работу для того, чтобы это утилизировать и для того, чтобы справиться с собой. Пойти подышать десять минут, да? Чтобы это уложилось, чтобы не нести дальше. И вот когда мы этому научимся, я думаю, что тоже будет всем окружающим жить гораздо проще. То есть есть такие законы, что выходные не продают, как я говорю, куклу Барби, да? Ну при чем здесь? И ты же понимаешь, наезжая в этот момент на кассира, что он вообще ни в чем не виноват, да? Ты это делаешь. Вопрос себе задает. Тебе легче будет от того, что ты слил? Ну, не знаю, да? Вот я как бы за то, что вот остановить просто этот бесконечный поток негатива в сторону друг друга. 67212-93.9, 67213-93.9. Ольга Троица на куч в нашей, не хотел сказать, студии. Доброе утро. Знаете, у меня у нас был случай в магазине. Ну, это еще магазины когда были, не эти, не супермаркеты. Маленький магазинчик. Я долго ждала позащих. У меня уже накипело. Она выходит, я на нее начинаю пыхтеть. Она мне в ответ так разлыбалась, что у меня вся злость тропала. Может быть, действительно, иногда человеку просто улыблюсь в ответ на его агрессию. И может, с этим он успокоится. Спасибо. Спасибо. Такой жизненный у нас пример. Ну, то есть, думаю, у тебя работает и такой момент. Ну, в коучинге он работает. И я как бы это всем рассказываю. И это работает у меня в моей жизни. Потому что я очень уважаю и кассиров, и официантов. Я понимаю, какая-то сложная работа. И мальчиков, и девочек там, не знаю, из Макдональдса. То есть, это гораздо сложнее, чем сидеть там или в банке, или быть менеджером, да, и ходить в красивом костюме. То есть, эти люди, которые обеспечивают нам жизнь и хорошую жизнь, да, чтобы мы это имели, получают за это копейки, да, так же, как и учителя, да. Какой у них стресс? Ну, как мы можем на этих учителей сейчас наезжать? Боже мой, они вообще к этому не были готовы, да. И новое поколение не вырастает, потому что она не оплачивается, как, вот я смотрела передачу в Люксембурге, да, там можно приличный частный дом купить на зарплату просто учителя начальных классов, да. У нас этого нет и не будет. И что мы хотим от врачей, которые на госслужбе, да. Ты приходишь к этому человеку, ты прекрасно понимаешь уже, что ему хорошо, если хватает на базу, да, просто прокормить своих детей. Откуда уж там позитив? И вот эта вот фраза, если вас не хватает денег, как вы можете помогать другим, да, и это страшная история, потому что если денег не хватает, ты не можешь искренне помогать другим, да. И тут как бы замкнутый круг, но это государственные, опять-таки, люди, которые получают госзарплату, и что они делают вне этого, да, где они могут получить дополнительный доход, это уже другая история. Политическая тема, в которой это точно не мой конек политика. Ну и может быть уже вот подводя такой, а, ну давайте сейчас сначала примем звонок. Здравствуйте. Да, добрый день, добрый день. Ну все должно начинаться немножко с другого. То есть люди должны включать свои мозга, когда выбирают и контролируют. Когда общество начнет заниматься, начнут создаваться общественные организации, когда люди начнут анализировать в самом деле, кого они выбирают, и как у нас работает государственная система, система самоуправлений. И мы тогда увидим, что медицину довели до ручки. Спасибо, спасибо, спасибо. Но мы просто договорились, что мы все-таки не о политике, мы больше говорим о психологии, поскольку у нас вот наш собеседник, это как раз-таки вот куча в области психологии, а не в политических. Понятно? Но вот наш слушатель, мне кажется, сказал интересную мысль, что, может быть, мы действительно не умеем организовываться. Вот как вы, когда в доме несколько инициативных людей пришли с идеей, что нужно взять свои руки, нужно что-то делать, потому что вдруг, если разрушится фундамент, будет плохо самому дому. В принципе, ведь это можно перенести, экстраполировать эту ситуацию на любую ситуацию. То есть мы должны сами что-то делать, чтобы наш дом не рухнул. Вот мы должны спасать свой фундамент. И вот мне кажется, что в других странах, в Европе, в Соединенных Штатах Америки, там люди больше, ну, инициативные, ну, вот именно в том плане, чтобы собраться вместе, что-то самоорганизоваться, что-то решить и дальше добиваться, вот, как какая-то вот уже группа людей, всегда легче это делать, чем в одиночку. Ну, знаете, тут история, к сожалению, вот столько, сколько я работаю уже 20 лет, да, в бизнесе, у нас большие проблемы с объединением. Я не знаю, с чем это связано, мы не доверяем друг другу, мы видим конкурентов. Мне тоже казалось, что если у меня своя фирма, какая проблема, можем объединиться, обменяться клиентами. Сейчас я тоже коуч, но я как бы, у меня есть определенное направление, я больше бизнес, да, кто-то работает с определенными категориями. Мы сейчас тоже в федерации говорим о том, что не надо каждому идти и проламывать, искать этот рынок, этих клиентов. Я говорю, давайте объединимся вместе, клиентов хватит на всех. И если ты видишь, что это клиент не твой, ну, передай другому, да. И вот тут этот механизм тоже, он почему-то у нас не доработан. Мы не понимаем, это, вот мне нравится фраза, если ты хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь идти далеко, найди команду, да. Вот мы все хотим идти быстро. В результате мы, наверное, ходим быстро на короткие дистанции. У меня есть такое вот ощущение, да, потому что если хочешь идти далеко, нужны партнеры. Да, это сложно с партнерами, да, не со всеми складывается, да, я тоже вижу, сколько бизнес-случаев, когда и партнеры расходятся. Но это другое, это уже вопрос как бы психологии, почему мы не можем сработаться с теми или иными людьми, где мы в какой момент не узнали информацию об этом человеке, и можем ли мы с ним идти далеко. Это как бы вопрос другой, пойди найди следующего партнера. Но вот это вот объединение или там у меня свой, например, ресторан, рядом другой, там все, мы конкуренты, мы с тем, кому друг с другом не разговариваем, да, вместо того, чтобы сделать какую-то коллаборацию, один продает суши, второй, там, как я говорила, пиццу, да. Почему мы не видим этих возможностей, хотя сейчас это единственное, благодаря чему мы можем тоже пробиться, потому что это фактически как натуральное хозяйство. У одного есть картошка, у второго есть морковка, да, и один может есть все время свою картошку, а второй сосед будет все время есть морковку, вместо того, чтобы объединиться, да. И точно так же денег сейчас, может быть, нету, но бартер еще был, никто его не отменял в старые добрые времена, еще 20 лет назад, я помню, 15 делались организации бартерские, да. Одному нужны фотографии, а другому нужно, там, не знаю, соцсеть, да, и один ведет соцсеть, второй для него фотографирует. Господи, это, ну, вот как бы сплошь и рядом, это не стоит никаких денег, да, и сейчас в онлайне это все возможно, сети, социальные сети, Инстаграм, я не знаю, все что угодно, там, Линкдин, ты можешь сейчас, ты можешь в любой точке мира найти себе человека, который может стать твоим партнером, да, и как-то тебе в чем-то помочь. И вот почему мы это не используем, не знаю, для меня это тоже загадка. Ну, и вот, может быть, уже подводя итоги, получается так, что это трудное время в свою очередь открывает новые возможности, то есть очень важно эти возможности найти, может быть. Да, знаете, у меня последняя, самая потрясающая, это формула 10-40-50. На 10% наш успех состоит из наших знаний, которые, вам кажется, что мы должны получать, 40% наше мышление и 50% наше окружение. И вот то, с чем я работаю, то, к чему я всегда призываю, подумайте, поменяйте ваше мышление, начинайте его расширять, потому что очень много у многих, она такая воронка вниз. Я не смогу, у меня не получится, а кому это надо, то, что я делаю, да, вот этот вот синдром самозванца. И вот как только вы расширите эту воронку и поймете, что все, что вы делаете, кому-то обязательно надо. То, что вы умеете, это точно будет востребовано, да. Начинайте искать этих людей. И плюс окружение, посмотрите, кто вокруг вас. Ну, почистите вот эту вот токсичность, которой тоже много. А соцсети сейчас, они вообще на 90% токсичны, да. Ты как не залезешь, даже не вопрос тут новостей. А что люди пишут в комментариях, и ты залипаешь в этих комментариях, ты смотришь, как люди жалуются, да. Вот надо почистить себя, почистить свою голову, как я говорю, и тогда расчистится все остальное. И вот, и наших знаний, они нужны только на 10%. 40% мышления и окружения. Это не так сложно, да, этими вопросами заняться. Ну что же, спасибо большое. Ольга Троицына, коуч была сегодня с нами на прямой связи. Это программа «Разворот». Спасибо вам, удачного дня. И надеемся, что вот советы, которые сегодня прозвучали, какие-то рекомендации, они помогут людям обрести какой-то душевный покой и, главное, придадут сил, чтобы пройти вот, может быть, такие сложные времена и выйти из них победителем. Спасибо. Да, главное делать и сделать. До свидания. Спасибо. Хорошего дня. До свидания.